Друзья мои, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина, и это видео я хочу посвятить теме мужская стерилизация. Как ни странно, но на эту тему вы часто задаёте очень-очень много вопросов. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, что же такое мужская стерилизация, что мужчин побуждает всё-таки прийти на данную процедуру, и, соответственно, какие существуют плюсы и минусы. Поэтому обязательно смотрите сегодняшнее видео. Будем опираться только на клинические исследования, поэтому очень важно обратить на это внимание. Также, друзья мои, обязательно подписывайтесь на мой канал, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья, действительно мужская стерилизация или по-другому вазоктомия является достаточно популярной процедурой, как бы ни казалось это странно. И здесь всегда показания делятся на два по типу. То есть первое – это личные показания, это добровольное желание мужчины. Соответственно, мужчина со своими личными убеждениями желает стать бесплодным, то есть не иметь детей в будущем. Также для этого существуют два условия. То есть просто так вот прийти, что я хочу, никто вам не сделает. Есть два условия. Возраст мужчины должен быть более 35 лет, и мужчина должен иметь двоих здоровых детей. То есть вот эти условия обязательно проверяются официально. И вот если мужчина старше 35 лет, и у него есть двое детей, причем у женщин это те же самые условия для стерилизации, здесь мужчина может в добровольном порядке данную процедуру произвести. Соответственно, мы должны понимать, и всегда пациентам говорим про то, что процедура необратимая. К большому сожалению, если вы приняли такое решение, его уже изменить нельзя в будущем. То есть вы можете до процедуры передумать. Но если вдруг вы там встретите партнершу, вдруг что-то там у вас изменится, и вы захотите иметь детей, то, к сожалению, нет, невозможно все восстановить. Также существуют медицинские показания для проведения данной процедуры. Это самые, мы возьмем самые серьезные, это генетические и психические заболевания, имеющие именно доминантный тип наследования. Здесь, безусловно, уже люди, кто, к сожалению, страдает данными заболеваниями, они четко знают, что они проходили генетическое консультирование, сдавали генетические тесты, и там уже понятно, что это заболевание серьезное, имеют доминантный тип наследования. Поэтому мужчинам предлагается выполнить данную процедуру, потому что, к сожалению, при данных заболеваниях они повторятся у детей, потому что доминантный тип наследования, то есть там проценты очень большие, что практически там близится к 100%, что они передаются именно по наследству. Поэтому в этом случае мужчине необходимо данную процедуру провести. Противопоказания к данной процедуре острая фаза инфекционно-воспалительных заболеваний любой локализации. В это время противопоказаны любые операции, сопровождающиеся повреждением мягких тканей и инвазивные методы диагностики. Врожденные аномалии развития гениталий, при которых нарушается их структура, заболевания, свертывающие системы крови, злокачественные процессы любого абсолютно расположения и местные дерматологические проблемы. Ну и также сюда мы относим какие-то серьезные заболевания, которые в настоящий момент активно прогрессируют. Давайте теперь пройдемся про плюсы. То есть любая процедура имеет плюсы, имеют минусы перед стерилизацией, левазоктомией. Мужчина подписывает информированное, добровольное согласие, в котором указаны все недостатки и все преимущества данной процедуры. Основные плюсы – это надежность. Мужская стерилизация обеспечивает эффективную защиту от незапланированной беременности. Второе – это постоянство. Некоторые методы контрацепции требуют систематического медицинского вмешательства для срока продления. Например, если мы говорим про женщин, это спираль, которую требуется удалять и ставить. То есть обычно через 3-5 лет дается срок. То есть вазоктомия выполняется один раз до конца жизни мужчины. Затем наблюдается мужчина всего 3 месяца на диспансерном учете после процедуры. Дальше он снимается с диспансерного учета. Третье – сохранение либидо и сексуальной функции. То есть гормональная контрацепция направлена на угнетение синтеза тестостерона и негативно отражается на сексуальной жизни. Нередко вызывает импотенцию. То есть здесь все сохраняется. То есть никакие гормональные функции не страдают. Безопасность. Операция проводится в условиях местной анестезии. И общий наркоз может вызвать определенные осложнения. Местные анестетики, соответственно, таких осложнений не имеют. Короткий период реабилитации. То есть очень быстро мужчину выписывают. Недостатки. Первый самый главный недостаток – это необратимость. Поэтому пациентам, которые сейчас обращаются, оказывают желание для проведения данной процедуры, рекомендовано создание банка, криобанк спермы, чтобы был материал на всякий случай, если в будущем что-то изменится и вы захотите родить ребенка. Послеоперационный дискомфорт. На протяжении первых дней после вмешательства пациент будет отмечать неприятные распирающие ощущения в области мошонки или боли в паху. Симптомы оккупируются при помощи НПВС. Сохранение способности зачатия на протяжении первых месяцев. Половые гаметы в небольшом количестве циркулируют по семи выводящим протокам и могут вызывать беременность при условии незащищенного полового акта. Как раз вот эти три месяца, о которых мы чуть выше говорили. И четвертое – отсутствие защиты от половых инфекций. То есть если вы приняли такое решение, то все. Мужчина должен помнить, что он барьерная контрацепция не использует. Поэтому любая половая инфекция может вызвать серьезное воспаление. Поэтому, дорогие мужчины, к данной процедуре нужно подходить очень грамотно. Несколько раз продумать, несколько раз проконсультироваться. И все-таки задуматься о заморозке спермы в криобанке. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншени и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день банки хватает на курс на месяц. Абсолютно натуральный состав, не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, поэтому помогает с первых дней. Ссылка будет первая в описании под этим видео. Повыси твое либидо, улучши твою потенцию, избави тебя от сексуальных дисфункций, улучши тестостерон и, конечно же, качество сперматозоидов. Я рекомендую.